Тот же лес, тот же воздух, и тот же вода, только он не вернулся из воды. Аркадий Соловейчик полюбил песни Высоцкого с первой строчки. Особенно военные Владимир Семенович до сих пор остается для Самарского барда примером яркой, неординарной личности и первым в авторской песне. Прекрасные, абсолютно из жизни взятые стихи, песни. И, казалось бы, слова, которые он употреблял в своих стихосложениях, в своих песнях, обычные, которыми мы пользуемся все в этой жизни. Но он их так умело расставлял друг за другом и с такой интонацией, с таким нервным актерством передавал зрителям, что заслушивал для себя людей. Владимир Высоцкий был настолько популярен в Советском Союзе, что вещи, связанные с его творчеством, начали собирать еще при его жизни. Среди них был и Михаил Трифонов. Рукописи, книги, фотографии, автографы. Сегодня в коллекции есть даже рабочие кадры из художественных фильмов, не смонтированные в кино, в которых снимался Владимир Семенович. Все эти экспонаты можно увидеть в Самарском музее Высоцкого. Вот уже 15 лет туда не зарастает тропа поклонников, его таланта и друзей. Приезжали Валерий Золотухин, Борис Хмельницкий, Василий Аксенов. Александр Моисеевич Городницкий, известный бард из Питера, он знал Высоцку не понаслышке, он с ним выступал в одних концертах. И когда он все посмотрел, он написал в книге почетных гостей надпись «Спасибо Михаилу и его друзьям за сохранение истинного образа Владимира Высоцкого в наше мутное время». Первый концерт, собравший шеститысячный стадион в своей сольной карьере певца, Владимир Высоцкий дал в Куйбышеве, в Ледовом дворце спорта, в конце мая 1967 года. И спустя полвека творчество Высоцкого остается актуальным. Пластинки с его песнями продаются наравне с современными хитами. Правда, концерты его памяти в Самаре проходят камерно, в Центре социализации молодежи. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События.